Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов! Я до сих пор не говорил о предсказаниях астрологов. За много лет изучения ноосферного мировоззрения я ни слова не нашел в нем об астрологии. И повторюсь, позиции ноосферного мировоззрения пророчества возможны только в гипнотическом трансе. Но прогноз бывшего личного астролога Бориса Ерцина и ректора московской академии астрологии Михаила Левина показался мне интересным. Возможно, дело в том, что он идеально вписывается в пророчестве о белом всаднике. Хотя, собственно, о белом всаднике речи в нем и не идет. Вот, кстати, как выглядит Михаил Левин. Напоминаю суть пророчества о белом всаднике. В самое ближайшее время в России появится нововеликий лидер, который опять сделает Россию великой и, самое главное, сделает ее свободной и процветающей. И благодаря этому лидеру Россия очень быстро станет самой главной страной на нашей планете. Кругом обойдя соединенные штаты. Но фокус в том, что при этом пророки и близко не говорят о том, а что будет с Владимиром Путиным при таком раскладе. И оно понятно. Пророчеству о белом всаднике уже минимум несколько веков. И о нем говорили, например, Парацельс, монах Авель, Нострадамус и так далее. А кто такой Путин, если смотреть через века? Но это если смотреть через века. Для нас вопрос, а что будет с Путиным, понятно имеет значение. Тем более, что он первый, после Сталина, руководитель России, которому доверяет хотя бы честь населения. И вот мы, наконец, имеем четкий конкретный прогноз. Пусть астролога. Что же будет с Путиным в самое в ближайшее время? И самое главное, этот прогноз, на мой взгляд, очень похож на правду. Думаю, я не раскрою большого секрета, если скажу, что Путин нужен номенклатуре, пока у него есть его рейтинг и поддержка хотя бы части населения. Без этого он номенклатуре не только не нужен, а наоборот мешает. Так вот прогноз Михаила Левина. В конце этого, 2024 года, Путин уйдет с поста президента России. Уйдет по-хорошему. Сам. Уйдет, поскольку рейтинг его рухнет. Длящийся конфликт с Украиной, новая мобилизация и снижение благосостояния народа, к концу года не оставят от рейтинга Путина камня на камне. Более того, против политики Путина начнутся массовые протесты. И никакие репрессии не помогут. Терпение народа действительно закончится. Впрочем, давайте посмотрим фрагмент ролика об этом с канала Первопроходцы Времени. Ролик называется «Судьба президента. Предсказание о будущем Путина на 2024 год». От знаменитых астрологов Михаил Левин. Ясноведящих и экспертов. Михаил Левин. Сейчас Левин занимает должность ректора Академии астрологии, а в прошлом, по некоторым данным, был личным прогнозистом Бориса Ельцина. Недавно он сделал ряд прогнозов относительно ближайшего будущего. По мнению Левина, в конце 2024-го резко усилится протестное настроение против политики Путина и его правительства. Грядут большие изменения. Поводов для волнений будет достаточно. Длящийся конфликт с соседней страной, новая мобилизация, снижение благосостояния граждан. Протесты закончатся сменой руководства, причем власть сменится не силовым путем. Путин сам уйдет, поняв, что не смог выправить экономическую ситуацию в стране. Преемник инициирует масштабные реформы и начнет силовых структур и систему управления. Он будет мало появляться в публичном пространстве. Все это ослабит Россию и больнее всего ударит по обычным гражданам. И на мой взгляд, чтобы сделать такой прогноз, не нужно быть астрологом и пророком. Это ясно любому политологу. Напоминаю, я по первому образованию политолог. Да, благодаря, как сейчас говорят, тучным нулевым, Владимир Путин сумел завоевать авторитет в участии населения. Скажу больше. У меня жена, как сейчас говорят, за Путинка. Мы с ней за 28 лет совместной жизни практически никогда не ругались. А вот из-за Путина начали ругаться. И я очень надеюсь, что в этом году ругаться опять перестанем. Поскольку Путин покинет постпрезидента. Тучные нулевые, ведь это не заслуга Путина. А заслуга аномально высоких цен на нефть и на газ. Чего не понимают обычные люди. Но сегодня эта ситуация уже другая. Аномально высоких цен на нефть и на газ больше нет. Зато есть санкции и трещащий по всем швам бюджет России. И есть повышение пенсионного возраста. И ясно, что дальше все будет только хуже. Есть выражение от любви до ненависти один шаг. Это так. Противоположности сходятся, как известно. И на фоне этого прогноз о том, что рейтинг Путина скоро покатится по наклонной, очень похож на правду. А как я уже сказал, без своего рейтинга он номенклатуре не нужен. Напротив, если народ начнет его ненавидеть, и начнутся протесты, он номенклатуре станет очень мешать. Поскольку протесты, ясно, ударят не только лично по Путину, но и по всему начальству. В общем, очень похоже на то, что Михаил Левин прав. И жизнь сама скоро, и без особых потрясений, расчистит дорогу новому, действительно великому лидеру России. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал Донаты. Ссылка, по которой каналу можно будет оказать помощь, будет под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok